Всем привет! С вами Megabzor.com и сегодня в центре внимания у нас видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором флагманского уровня. Это Carcam Ghibli 3S Signature. Модель с Wi-Fi модулем, с быстросъёмным магнитным креплением и с поддержкой двухканальной съёмки. Средняя стоимость 15 000 рублей на момент публикации. Более подробная информация всегда доступна по ссылке в описании к этому видео. Его комплект включает два варианта крепления на лобовое стекло. Внешнюю камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для укладки кабеля, лопатку для удаления этих клипс и, собственно, крепление с двухсторонним скотчем, инструкцию на русском языке. Выполнено устройство в компактном корпусе и оснащено на передовой патч-антенны, выведенную на фронтальной стороне. Изначально на объектив зафиксирован CPL-фильтр. Он убирает блики и отражения лобового стекла. Сторону водителя занимает IPS-дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора. Видеорегистратор демонстрировал хороший уровень информативности при эксплуатации как в дневное, так и ночное время. Во время движения Carcam Hybrid 3S Signature, помимо потокового изображения с двух камер, выводил данные по камерам и радарам. Эти же данные дублируются хорошо слышимыми глазковыми подсказками на русском языке. С длительным нажатием на кнопку вниз можно переключаться между двумя камерами. Вывод изображения с внешней камеры эффективно решает вопрос слепой зоны по задней автомобиля. Угл обзора внешней камеры 110 градусов. Крепится при помощи саморезов или двухстороннего скотча. Установить можно на заднее стекло или в районе номерного знака. Кабель подключения длиной 5 метров. Владелец может провести скрытый монтаж в салоне автомобиля с разными типами кузова. Длина кабеля питания 3 метра. Питающие интерфейсные кабели подключаются в основание крепления. Они остаются на лобовом стекле и на время снятия устройства во время длительной парковки. Сопровождается каркам гибрид 3S Signature двумя вариантами крепления. Это площадка с усторонним скотчем и вакуумная присоска с прижимной ножкой. Оба поддержат поворот вокруг оси, но во всех положениях стоит устойчиво. При движении по нейронным дорогам не дребезжит и не падает на приборную панель. Запись видеорегистратора ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись накопительный объем 128 гигабайт. Управление ведется с помощью механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплектной инструкции в виде наглядной таблицы описаны основные возможности управления. Вместо литиевой батареи, подверженной вздутию износа, установлен суперконденсатор. Он устойчив к перепадам температур и дает преимущество в виде неограниченного срока службы. Для смартфонов и планшетов, работающих на iOS и Android, доступно бесплатное приложение. Wi-Fi позволит в пару кликов, не снимая видеорегистратор с лобового стекла, провести обновление базы данных и программного обеспечения. Интерфейс с пятью плитками видео на устройстве, загруженные видео, онлайн, обновления, настройки. Выбрав файлы в списке на карте памяти, установленный в видеорегистратор, можно перенести в память смартфоны или удалить. Проведение детальных настроек системы, просмотр потокового изображения двух камер. При воспроизведении файла вместе с изображением можно видеть маршрут и скорость. Детальное управление видеосъемкой, радар-детектором, GPS-информатором и системой можно проводить с экрана видеорегистратора. Опции настроек разберены по типу и категориям, само меню интуитивное. Как я говорил в начале, данная модель использовалась на стечении длительного времени. Суммарно проехали с ним более двух тысяч километров. За это время не было получено писем счастья. Предупреждение вводил за благовременно, была возможность скорректировать скоростной режим. Без предупреждения не оставались комплексы с маломощным излучением. Ложные срабатывания при движении в мегаполисе сведены к минимуму. Хорошее наполнение базы тонарных точек. При приближении к камере или радару выводится тип камеры и дальность до её размещения. Поддержит одновременный вывод по двум комплексам по пути движения. Не будут пропущены переносные камеры, установленные рядом с тонарным комплексом. Удобный и быстрый способ проведения обновления базы данных и программного обеспечения. В зависимости от настроек и количества каналов съёмки доступен выбор разных вариантов разрешения. Здесь есть 2600p 30 кадров, 1440p 30 кадров, 1296p 30 кадров, 1800p 30 кадров и 1800p 60 кадров. Всё это можно выбрать. Высокая резкость и чёткость при съёмке в дневное и ночное время. С помощью приложения при посмотре на компьютере можно вывести дополнительную информацию с датчиков, а также маршрут и скорость. Для экономии места на карте памяти, особенно при движении на трассе, можно включить таймлэпс. С удовольствием обсудим с вами CarCam Hybrid 3S Signature в комментариях. Напомню, по ссылке текст обзор, там можно смотреть ролики и примеры в полном тайминге. Лайк и подписка приветствуются. Пока-пока.